всем огромный привет я рад вас приветствовать на своем канале я рад вас приветствовать в нашем новом швейном пространстве нашей новой швейной студии но к сожалению в этом видео я здесь ничего вам показывать не буду потому что для завершения интерьера не хватает буквально несколько предметов как только мы здесь сюда делаем я обязательно сниму вам небольшой обзор потому что многие из инстаграма знают что мы уже здесь работаем и очень ждут обзор на нашу студию сегодня в этом видео я хочу с вами поговорить о нашем парогенераторе который мы приобрели именно для этой студии и хочу его сравнить с моим парогенератором которым я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет для тех кто не знает у меня модель mia стира нон-стоп это у нас модель mia стира 1300 если сравнивать две модели внешне то они очень похожи на первый взгляд кто не знает может подумать что они одинаковые вот так вот со стороны хотя утюги у них конечно абсолютно одинаковые это у нас стира 1300 это стира нон-стоп они отличаются бойлерами и отличаются немножко по функциям если сравнивать бойлер на бойлере стира нон-стоп эта панелька расположена справа от утюга на 1300 спереди также у них отличаются вот это вот платформа под утюг видите здесь форме утюга такие небольшие подставочки это у нас стира 1300 это стира нон-стоп здесь платформа видите немножко больше овальная и подставки тоже побольше и у одного и у другого в комплекте есть вот такой коврик куда ставится парогенератор во время работы это очень удобно единственное отличие это цвет а так они абсолютно одинаковые допустим вы какие-то детали дублируйте дублерином или что-то утюжить надо изделие крутить и вертеть и вот так вот взад вперед его ставить мне кажется устанет рука и поэтому коврик рядышком положили и уже проще про утюжили поставили здесь что-то сделали перевернули вывернули и так далее так вот на коврике просто утюг вставляем также у обоих утюгов в комплекте есть вот такая защитная подошва конечно она колоссально облегчает в эту особенно на деликатных тканях она защищает их но и главное отличие конечно это размер бойлера здесь у нас 2 литра у нон-стоп 1300 здесь 13 литра еще одно отличие двух моделей это длина кабеля у нон-стоп этот кабель длиннее ну и конечно главная фишка парогенератора нон-стоп это в его названии то есть без остановки не просто так его так назвали допустим мы много работаем много работаем парогенератор и конечно же рано или поздно у нас закончится в нем вода мы просто открываем крышку заливаем воду ждем когда он нагреться нам его не надо охлаждать не надо ждать когда бойлер остынет в отличие от других моделей то есть на 1300 то же самое на модели 1100 и 1200 вода закончилась мы его выключаем ждем когда он остынет и только тогда мы заливаем воду конечно же это все время поэтому кто работает много я считаю что лучше иметь вот такую модель потому что во первых здесь и объем большой 2 литра и во вторых его не надо охлаждать его не надо выключать во время работы вот как вы с утра его включили в розетку вот так вот пока вы не уходите из мастерской может быть включен без проблем даже если вы будете несколько раз в течение дня заливать туда воду ну и так как я сейчас крайне мало шью к сожалению больше не получается думаю что наверное девчонкам студии будет больше нужен именно нон-стоп наверное нон-стоп я все-таки оставлю здесь для них чтобы они работали на нем а вот этот стира 1400 я заберу домой я думаю что мне его вполне хватит в работе нон-стоп я показывать не буду потому что я не так давно сделала видео где показывала отпаривателями и я там рассказывала о своем впечатлении после нескольких лет работы именно с этим парогенератором а сейчас в работе мы покажем именно новый парогенератор вот этот 1300 основной функции именно использование в качестве утюга этим утюгом мы можем пользоваться еще и как отпаривателем несмотря на то что на утюге есть защитная насадка не все ткани можно вот прям брать и так вот утюжить придавливая утюгом все-таки иногда лучше использовать отпариватель и самое и с костюмными тканями особенно хорош этот утюг именно с готовыми изделиями допустим у нас есть небольшие складки на изделии из костюмной ткани вот примеру на брюках то есть мы просто проходимся паром по этим складкам мы самим утюгом едва-едва касаемся ткани и у нас складочки все разглаживаются и при этом классы не остается при утюжке вельвета вы конечно же оцените наличие вот этой тефлоновой подошвы которая одевается снизу утюга потому что если утюжить вельвет без такой насадки то он будет деформироваться а при утюжке с насадкой как видите вельвет сохранять свой рубчик и не изменяется конечно мы пробовали утюжить и готовые изделия например такой вязаный свитер с большим содержанием шерсти также здесь нам в помощь вот это цифлоновая подошва и здесь я едва касаюсь самого свитера то есть я разглаживаю свитер именно с помощью пара ну и конечно такой парогенератор хорош когда мы шьем изделия из курточных тканей на утеплителе когда утюг может просто деформировать нам утеплитель а именно при обработке паром утеплитель не деформируется а становится наоборот таким более воздушным и объемным ну а в описании под этим видео вы найдете мой персональный промо-код по которому сможете получить хорошую скидку на приобретение техники от mia лично я и мой коллектив оценили эти пары генератора в работе рекомендуем и вам приглядеться к ним поближе и использовать данную технику в своей работе если вам понравилось это видео то ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новое видео я думаю что видео все равно я какие-то буду сюда записывать всех люблю всех целую всем пока пока